Мировой экономический кризис, который из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть постепенно набирает обороты, не обойдет Украину стороной. Экономисты предупреждают, что последствия для национальной валюты могут быть такими, как и во время финансового кризиса 2008 года. Несколько месяцев гривна укреплялась и теперь может потерять позиции. Все будет зависеть от политики Национального банка. Инвесторы, понимая, что если кризис затрагивает достаточно стабильные финансовые системы, то он наверняка скажется на менее стабильных. И поэтому они начинают выводить активы из развивающихся рынков. Поэтому я думаю, что уже на этой неделе начнутся продажи государственных ценных бумаг Украины. Резко возрастет спрос на иностранную валюту. И Национальному банку придется продавать иностранную валюту. Сможет ли он погасить вот тот всплеск спроса на доллары и евро, который будет на этой неделе, увидим. Резкое падение цен на нефть прогнозируемо может снизить стоимость бензина, скорее всего, на 2-3 гривны. Но украинские нефтетрейдеры не спешат менять ценовую политику. Эксперты опасаются обратного эффекта обвала рынка нефти. Мы же с вами четко просмотрели картину, когда нефтетрейдеры нам объясняли и говорили, что цена бензина за литр где-то в среднем 80 центов должна стоить, для того, чтобы была самоокупаемость и все остальное. Да, мы с вами бензин по 30 гривен покупали, но когда даже уже доллар был 25, цена бензина была 29-28, и нефтетрейдеры не очень спешили эту цену снимать. И на сегодняшний день они не торопятся снижать эту цену. Поэтому нам в очередной раз с вами что придется переплачивать. Когда снижается нефть, снижается цена на металлы, снижается цена на продовольственные товары. А металлы и зерно – это, в общем-то, две главные статьи украинского экспорта. Поэтому вслед за снижением цен на нефть, скорее всего, произойдет снижение цены на металлы. Оно уже наблюдается, и тут стагнация в Китае из-за коронавируса тоже сыграла свою роль. Поэтому я думаю, что хоть Украина частично выиграет тут снижение цен на нефть, но из-за снижения экспортной выручки по металлам и по продовольственным товарам торговый баланс ухудшится. Это будет дополнительное давление на валютный курс. И еще одна причина – возможная девальвация гривни.